Субтитры создавал DimaTorzok Грамотная финансовая политика городских властей помогла свести дефицит бюджета Железногорска к минимуму. Таким образом мы доходную часть откорректировали уже под фактические поступления и под ожидаемые до конца года дни поступления. Все эти денежные средства позволили нам сократить дефицит бюджета города Железногорска на 30 миллионов рублей. И дефицит бюджета города Железногорска останется в размере 55 миллионов 904 тысяч рублей. Еще один важный документ, за который проголосовали депутаты программа комплексного развития городской инфраструктуры. Она рассчитана на долгосрочную перспективу до 2035 года. Правда реализовываться будет в два этапа. На первом в частности предусмотрено строительство кольца на прикрестке улиц Ленина и Димитрова. За время действия программы у нас должна увеличиться притяженность автомобильных дорог на 39 процентов. Увеличится пассажиропоток, появиться должно два велосипедных маршрута. Парковочное пространство должно увеличиться на 5300 мест. В основном за счет строительства парковок в пяти новых микрорайонах, которые должны до 35 года быть построены. Кроме того, во втором чтении депутаты приняли изменения, вносимые в устав Железногорска и утвердили кандидатуру на должность председателя контрольной счетной палаты. Им стала Елена Воронина, которая ранее возглавляла контрольно-революционный отдел администрации города.